И в Жалагашском районе стоит острый вопрос подземного железнодорожного перехода. Из-за отсутствия пешеходной дорожки люди ежедневно рискуют попасть под колеса автотранспорта. Проблема была поставлена на отчетные встречи Акима района. Ученик пятого класса Ильки Булан Сырбай живет в зонейной части. Ежедневно школьник на свой страх и риск проходит по переходу. Дорога тесная, машин много. Очень сложно переходить через этот мост, машин много. Хочется, чтобы установили здесь пешеходную дорожку. Сотни детей добираются таким образом в школу, особенно тяжело зимой. Головлет усиливает опасность попасть под машину. Аким района Каратпек Сарсимбай в курсе проблемы. На самом деле там проходят и машины, и люди. Если подсказнется, кто попадет под машину. Мы в прошлом году начали эту работу. Из области пригласили специальную комиссию железной дороги. Хотели построить навесной мост, но там нельзя его строить. В целях безопасности временно переход будет разделен на две части. Для машин и пешехода. Готовим проект строительства пешеходного железнодорожного моста. Другая проблема. Аварийное состояние районного музея. Здесь собрана вся история района. Не могу сказать, что в этом году будет решена проблема. Неплохо было бы, если бы в следующем или в последующие годы. У нас много аулов, которые просят построить клубы. Аккар Марзабай. Но нет пока возможности. Конечно, приоритетный вопрос музея. Здесь собрана история нашего края. В целом, в течение года проведена большая работа. В рамках госпрограмм реализовано 534 бизнес-проекта на сумму 3,3 миллиарда 390 миллионов тенге. В районе открытых химчистка, цеха по переработке рыбы, очистке семян и кирпичный завод и другие. В феврале будет запущена солнечная электростанция мощностью 300 мегаватт. Галунжан Жамназар, Тажимурат Альжанов, Сарамутигенов, Турихан Кошахмедов, телеканал Казарда.